Тамара Унская пришла в школу номер 27, чтобы выбрать кандидатов от партии «Единая Россия» на предварительном голосовании. Признается, в пяти бюллетенях разобралась не сразу. Помогли сотрудники избирательной комиссии. Я сюда пришла не так просто. Я дома уже посмотрела, почитала о тех, кого впервые увидела. И очень многих я знаю, потому что я живу в городе уже и по делам, и, наверное, и по той славе, которая есть. Списки кандидатов на стендах. Зашторенные кабинки, стойки и ручки. Весь нехитрый арсенал «Праймерис». Ознакомившись в биографии кандидатов, нужно поставить любой знак напротив выбранных фамилий и опустить бюллетени в опломбированную урну. Напротив фамилии, да, поставить вкладывать и все. «Праймерис Единой России» проходили с 24 по 30 мая по всей стране. Выборы были смешанными. С понедельника по воскресенье можно было проголосовать онлайн. А в воскресенье добавилась возможность проголосовать очно, традиционным способом. Кандидатов, за которые проголосовали жители Химок из всей страны, Единая Россия выдвинет на сентябрьские выборы. Именно в сентябре россиянам предстоит определить, кто займет место в Государственной Думе на следующую пятеретку. Но для химчан этим выбор не ограничится. Ведь жителям Подмосковья предстоят выборы в Московскую областную Думу, а в Химках в местный совет депутатов. В этом году среди участников очень много общественников, волонтеров, представителей молодежи, а также лидеров движения общественной поддержки «Химкин интересно жить». Активисты, которых выдвинули горожане для поддержки продвижения социально значимых инициатив, выдвинутые химчанами на собраниях трудовых коллективов, а также первичным отделением партии. Если другие партии придерживаются старого подхода, кандидатов от партии выбирают на внутрепартийных съездах, то партия власти пошла дальше и предоставила право решать самим избирателям. Мы единственная партия, которая проводит премьерс. В первую очередь, потому что, конечно, членов партии и желающих себя попробовать на различных уровнях выборных тоже достаточно. Это еще и посмотреть тех, которые избираются или хотят быть избранными, послушать людей, получить больше информации. Голосование по интернету – первая в истории практика электронных внутрипартийных выборов. Процедура максимально простая и безопасная. Но многие по старинке решили прийти на избирательные участки. Тем более, что были соблюдены все меры безопасности. Можно было взять маску и использовать санитайзеры. На протяжении этой недели многие жители могли поголосовать электронно через портал предварительного голосования «Единая Россия» и использовать систему госуслуг. Многие воспользуются этой ситуацией. Но сегодня это традиционно. Оно для нас привычно. Когда в руки берешь бюллетень, есть возможность почитать. Хотя на электронном тоже вся эта информация есть. Для тех, кто предпочел классическую форму выборов, в 30-го числа с 8 утра свою работу в городе развернули 30 счетных участков. Приходили целыми семьями. Где-то были даже небольшие очереди. Тем, кто не мог разобраться в списках, помогали волонтеры. В каждой участковой счетной комиссии у нас присутствует волонтер для помощи и поддержки всех, кто приходит отдать свой гражданский долг. Итоги предварительного голосования, проведенного «Единая Россия», подведут в первых числах июня. Списки кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Госдуму, а также в кампаниях регионального и муниципального уровня в сентябре 2021 года, утвердят на съезде партии 19 июня. Редактор субтитров А.Семкин